Добрый день! Ну, вот меня уже представили и уже сказали немножечко про генеративную грамматику тоже. Я, наверное, хотела бы начать с того, что лозунг этой конференции – идеи, достойные распространения. Генеративная грамматика, она не только достойна распространения, она его, собственно, уже и заслужила в большинстве стран, где она имеет больше сторонников, чем любая другая лизуистическая теория. И только в России, видимо, в силу ряда исторических обстоятельств, в силу того, что, ну, когда-то она была причислена к враждебным буржуазным наукам, и далеко не все науки у нас от этого оправились, только у нас она традиционно мало распространена и не популярна. И поэтому я очень рада, что меня пригласили говорить о ней здесь. Но прежде всего я хотела бы сказать несколько слов о том, почему нам, в принципе, интересно изучать язык. Ну, во-первых, язык – это наше основное средство для хранения и передачи информации, на котором строится наша цивилизация. То есть человек отличается от животных тем, что каждое новое поколение, оно не начинает с нуля, а может опираться на всю ту сумму знаний, которая была накоплена предыдущим. Потом язык, естественно, наше главное средство мышления, и таким образом мы видим мир сквозь призму языка. Ну и, пожалуй, язык – это главное отличие человека от животных. Вот поэтому меня он всегда так увлекал. Далее про меня уже немножечко сказали, что я занимаюсь генеративным синтаксисом, немножечко психо- и нейролингвистикой также, и сейчас работаю в Лондоне и в Петербурге. Ну и затем я хотела бы дать небольшую историческую канву. В начале 20 века в лингвистике и в психологии господствовал бихевиоризм. Бихевиористы считали, что любое самое сложное человеческое поведение, ощущение можно описать как реакцию на какие-то внешние стимулы. Это было связано, наверное, с успехами Павлова и других ученых в описании более простых процессов, которые идут у нас в организме. Ну и еще с тем, что тогда у нас не было никакого научного аппарата, чтобы описывать такие вещи, как, скажем, намерения, планы, информацию и так далее. И вот примерно в середине 20 века произошла целая серия открытий, которые эту ситуацию совершенно изменили. То есть, например, была сформулирована теория информации, которая позволила, например, измерять информацию, говорить об информации вне зависимости от ее носителя и так далее. Затем сперва на бумаге и потом уже в реальном воплощении появились первые компьютеры. И, соответственно, у нас появилась некая метафора и некий научный способ говорить о том, что происходит в голове. То есть стало понятно, что в голове происходит обработка и хранение информации, и мы можем это моделировать. И так далее. То есть такие прорывы произошли сразу в нескольких науках. И в лингвистике когнитивная революция была связана с выходом первой книги отца-основателя генеративной грамматики Ноа Махомского. И вот в своей лекции я хотела бы рассказать какие-то основные вещи, которые привнесла в лингвистику генеративная грамматика, и показать какие-то недавние достижения, которые с этими основными идеями связаны. То есть, во-первых, какова главная цель лингвистики? Главная цель лингвистики – это понять, как устроен язык. Как мы можем эту цель достичь? И бихевиористы, и традиционная писательная лингвистика считают, что мы можем накопить некую огромную базу данных, некую представительную выборку предложений и описать ее. И тогда мы поймем, что в языке бывает, чего в языке не бывает, как он устроен. Революционная, пожалуй, основная мысль, которая была предложена генеративной грамматикой, заключается в том, что, скажем, если мы будем говорить о множестве предложений английского языка, то это множество бесконечно. В нем есть масса каких-то довольно редких явлений, и пытаться его объять – это абсолютно бессмысленное занятие. То есть, вместо того, чтобы пытаться это сделать, мы должны разобраться в механизме, который штампует нам эти предложения, и тогда, зная, как работает этот механизм, мы сможем понять самые разные вещи. В частности, какие предложения можно создать, а какие предложения создать нельзя, в то время как никакая выборка, даже самая полная, нам окончательного представления об этом не даст. Затем, за счет чего отличаются разные языки, нам будет намного лучше понятно, так как мы сможем смотреть в корень. У нас будет больше шансов понять, как этим механизмом овладевают дети. Затем, что в нем может сломаться. Далее, как он, собственно, воплощен у нас в мозгу. И, наконец, у нас опять же появится больше шансов понять, как он сформировался в процессе эволюции. И также, как мы можем его смоделировать на компьютере. То есть, пожалуй, это основная идея, которая привнесла в лингвистику больше всего каких-то революционных инноваций. Далее, если мы подумаем, как именно предложения складываются в слова, то есть как устроен этот механизм. Вот у меня здесь пример. Это вклад моего мужа, который помогал мне немножечко поправить презентацию. Вот если у нас есть такое предложение, питерский зенит, громит, московская динамо, то, как мы понимаем, слова в нем связаны не вот таким вот образом, когда второе слово зависит от первого, третье от второго, четвертое от третьего и так далее. И не таким образом. Они связаны более сложным образом. То есть в предложении есть некая иерархическая структура, которую линейная цепочка слов не отражает. Вот в генеративной грамматике и в других формальных традициях ее принято изображать в виде вот такого вот графа дерева. То есть считается, что сперва в голове мы строим это дерево, и затем происходит то, что называется линеаризация, то есть превращение этого дерева в линейную цепочку. Так, и одно из, ну вот то, что я называю первое важное открытие, которое сделала генеративная грамматика, оно заключается в том, что деревья зависимости в разных языках очень похожи, однако линеаризация происходит по-разному. То есть как именно это формулируется в теории, ну это отличалось, скажем, отличались формулировки 60-х годов от формулировок 80-х, и формулировки 80-х отличаются от того, как это делается теперь, я не буду вникать в эти подробности, потому что, на мой взгляд, главные мысли они не меняют. То есть что у нас получается в результате? Если по-русски мы говорим «дай книгу, которая лежит на столе», то аналогичный пример на японском языке, он имеет ровно обратный порядок слов. То есть если мы смотрим на структуру, на дерево зависимости в японском, то оно устроено так же, как в русском приблизительно. Но так как линеаризация происходит иначе, мы имеем в результате совершенно зеркальную цепочку. Далее, если мы более подробно посмотрим на это дерево зависимости, которое в разных языках похоже, то мы увидим, что оно делится на некие уровни. Здесь я показала только три макро-уровня. То есть внизу дерева находится то, что лингвисты называют предикатно-аргументной структурой. То есть по сути там содержится информация о том, что кто кому сделал. Далее идет то, что называется время, вид, модальность. То есть такие вещи, как, скажем, ну, возможность, невозможность, раньше, сейчас, в будущем. И такие различия, как то, что, скажем, в русском языке выражают глаголы делал, сделал и так далее. Вот. И верхняя часть дерева, это то, что называется коммуникативная рамка. То есть это, скажем, разделение предложений на утверждение и вопросы. Там же находятся союзные слова, которые вводят придаточное предложение и так далее. И чтобы показать вам примерно, насколько подробно сейчас вот изучены эти деревья, я хочу показать более подробно ту часть, которая относится к модальности времени и виду. Вот она. Я не думаю, что вот эти вот вещи можно, ну, как бы это сказать, объять взглядом. Я их скорее привела в качестве примера, чтобы показать, насколько это уже подробно известно. Это, ну, как это назвать, даже я не знаю, структура. Она позаимствована из работы Гильельма Чинква 99-го года. Чинква исследовал несколько самых разных языков, и он исследовал в этих языках наречия, суффиксы, вспомогательные глаголы, которые связаны вот как раз с временем, модальностью и видом. И ему удалось установить, что, скажем, если мы возьмем эти суффиксы или эти наречия, здесь в таблице представлены английские наречия, но это относится, он это проверял и на африканских языках, и, скажем, на других европейских, на французском, на итальянском, и славянский язык у него один был. Вот, что все эти наречия, они идут в одном и том же порядке, когда встречаются в одном предложении несколько. И если мы возьмем, скажем, глагольные суффиксы, то есть есть языки, где есть очень много глагольных суффиксов, которые выражают разные оттенки времени, вида, модальности, того, скажем, насколько часто действие повторяется и так далее, то они тоже все идут в зеркальном порядке, вот по отношению к этой таблице. Далее, если мы посмотрим на второе важное открытие, которое сделал генеративизм, это, пожалуй, то, что часть наших языковых знаний врожденная. В принципе, теоретически эта идея появилась еще во времена Платона и Аристотеля. Но генеративисты впервые стали ее подробно изучать и сформулировали какие-то аргументы. И как-то, хотя нельзя сказать, что мы приблизились к тому, что мы можем сказать, какие именно языковые знания врождены, но, по крайней мере, мы понимаем, что какой-то скелет, он у ребенка есть. Какие аргументы в пользу этого? Ну, во-первых, то, что ребенок усваивает язык в том возрасте, когда он еще не может, скажем, усвоить элементарные математические правила и многие другие вещи. В то время как взрослый человек, он не может взять и в совершенстве выучить иностранный язык. То есть, ну, всегда приводят пример, например, Набокова с английским языком, но вот он такой один и был. Вот. Затем, ну, да, почему это важно? Потому что, если мы возьмем, скажем, ну, другие наши умения, которые во многом задаются какими-то врожденными парадигмами, скажем, умение ходить, или, скажем, зрение, то уже, если человек вовремя, скажем, не получает доступ к зрительной информации или доступ, например, к слуховой информации, то у него соответствующие способности во взрослом возрасте уже развиться не могут, закрывается некое временное окно. Потому что все вот эти генетически заданные процессы, они имеют некое временное окно. И, скажем, если мы возьмем также певчих птиц, то тоже есть птицы, которые должны услышать пение других птиц в определенном возрасте, скажем, ну, начиная с седьмого до сорокового дня своей жизни, чтобы они могли запеть так же. Дальше наступает некий маргинальный период, если они слышат других птиц вот в этот период, они научаются петь, но все-таки их песни, ну, несравнимы с песнями других птиц, которые слушали взрослых птиц с рождения. И, наконец, затем наступает период, когда даже если они уже услышат других птиц своего вида, они уже никогда не запоют. Вот. И точно такие же свойства и у человеческого языка. Далее детям не нужны объяснения. И им не важно, совершенно исправляем мы или нет их ошибки. Это также впервые было замечено генеративистами. То есть сейчас есть огромные корпусы, где видно, как взрослые разговаривают с детьми. Вот. И там видно, скажем, как дети реагируют на то, как взрослые исправляют их грамматические ошибки. И видно, что на самом деле детям абсолютно не важно. То есть у них в голове идет некий свой процесс, заданный какой-то программой. И, скажем, если ребенок, который говорит по-английски, в какой-то момент, скажем, я не знаю, образовывал от глагола bring английского форму broad, а в какой-то момент он начинает говорить bring, то сколько бы взрослые его не тормошили, он будет так говорить, пока программа не перейдет к какому-то новому этапу, и к нему снова не вернется форма broad. Вот. То есть в какой-то момент, скажем, ребенок усваивает это правило, что можно прибавить к глаголу окончания и получить форму прошедшего времени, и он начинает его распространять на все известные ему глаголы, в том числе на те, от которых он знал раньше неправильную форму прошедшего времени. И затем этот период заканчивается, и то, что делает взрослый, это видно по корпусу. Есть родители, которые исправляют свои дети, есть, которые не исправляют, для ребенка это совершенно не важно. Далее, также важно, что слепые и глухие дети, они не отстают от нормальных детей. То есть, казалось бы, у них намного меньше возможности ну как-то связывать, скажем, язык с какой-то внешней информацией, то есть у них намного меньше фидбэка. Тем не менее, они в целом не отстают от зрячих, слышащих детей. Но при этом дети, которые, скажем, ну у которых были ненормальные родители, например, которых в детстве изолировали, и родители с ними не говорили, вот они, если скажем, ну есть разные примеры, то есть есть девочка, которую нашли в возрасте 6 лет, и она еще не говорила, и у нее был уровень развития меньше двухлетнего ребенка. Вот она за год наверстала все и пошла во второй класс американской школы вместе с другими детьми. То есть она за год набрала такой же словарный запас, у нее были такие же языковые навыки, такая же грамматика, как у других детей ее возраста. А скажем, другие дети, например, девочку, которую нашли вот так вот в 13 лет, она уже, соответственно, никогда не смогла освоить язык на уровне, вот так, как его знаем мы, хотя с ней занимались ведущие психологи и лингвисты. Далее многие явления, например, ну вот тот же глагольный вид в русском языке, то есть когда, скажем, надо говорить, я не знаю, пришел, а когда приходил, их не могут объяснить даже взрослые лингвисты, и тем не менее дети осваивают их в совершенстве. Да, здесь я, пожалуй, еще скажу одну вещь, что действительно генеративисты пока еще не очень понимают, что именно является врожденным. То есть, например, если мы вернемся вот к этому вот слайду, где показаны эти 30 подуровней нашего грамматического дерева, которые связаны с временем, видом и модальностью, возможно, если учесть, что все языки следуют вот этому шаблону, возможно, врожденным, например, является шаблон, а приобретенными являются, ну, какие-то вещи, которые связаны с нашим конкретным языком, то есть какая у нас система, скажем, суффиксов, какие у нас есть наречия и так далее. И как у нас это грамматическое дерево превращается в цепочку предложения. Далее третье важное открытие – это то, что структура предложений сложнее, чем то, что мы видим на поверхности. Это также впервые поняли именно генеративисты. Ну, я вам приведу какой-то один пример, где они постулировали некие скрытые элементы, и затем эти скрытые элементы, они были найдены психолингвистами, которые изучают и нейролингвистами, которым видно, как это у нас все происходит в голове. То есть, например, если мы возьмем предложение, сколько соли вы кладете в суп, то видно, что сколько соли одновременно является и вопросительным словом, и дополнением. Ну, возникает вопрос, как мы можем отразить это вот в этой иерархической структуре, в синтаксическом дереве. Генеративисты предложили, что если у слова две функции, то значит, в синтаксическом дереве есть две его копии. Одна из них находится на вот одном из этих высоких уровней, которые отвечают за вопросы и утверждения, и другая находится на низком уровне, который отвечает за предикатно-аргументную структуру, то есть за то, кто что кому сделал. Ну, нижняя копия не произносится. То есть, вот это предложение уже в виде линейной цепочки, и эта нижняя копия должна находиться там, вот где у меня она в квадратных скобочках нарисована. Значит, противники генеративизма, они, ну, с самого начала их эти копии крайне раздражали, они говорили, что это теоретический конструкт, который не имеет никакой психолингвистической реальности. Но теперь есть психолингвистические методы, которые позволяют проверить, ну, скажем, если у нас какое-то слово было в какой-то момент активировано, когда мы слушаем предложение, то происходит ли затем реактивация этого слова. Ну, примерно, чтобы объяснить вам, как это делается, это вы слушаете предложение в наушнике, и при этом перед вами на экране компьютера мелькают слова. И вы должны, слова и какие-то последовательности букв, и вы должны нажать одну из двух кнопок в зависимости от того, слово это или не слово. И если у вас в этот момент, скажем, реактивируется связанное слово с тем, которое появляется на экране, то слово, которое появляется на экране, оно воспринимается быстрее, чем в норме. И вот удалось показать, что именно там, где генеративная грамматика предсказывает реактивацию нижней копии непроизносимой, именно там происходит реактивация слова соль. На самом деле, наверное, вот когда было сделано это открытие, люди чувствовали себя так же, как те физики, которые впервые предсказали что-то вот на бумаге, и потом это было обнаружено в эксперименте. То есть это был некий феерический момент для генеративной грамматики, потому что, ну как, вот эти копии были введены, они очень удачно все описывали, но было совершенно непонятно, вот действительно отражает это нашу психолингвистическую реальность или нет. Выяснилось, что да. Скажем, вот этот конструкт, введенный генеративистами, полностью отражает. Про многие другие вещи пока такие психолингвистические подтверждения найти сложно, потому что методика пока еще не очень развита и так далее. Но вот то, что, скажем, какие-то вещи уже подтвердились, это нас очень обнадеживает. И последнее, что я хотела сказать, это скорее гипотеза, чем открытие. Она связана с тем, как язык появился в процессе эволюции. Ну, наша задача – это найти некое минимальное отличие между людьми и обезьянами, которое запустило процесс эволюции языка. Потому что язык – страшно сложная система, и как бы сходу очень трудно понять, как он мог сложиться пошагово. И вот хомские и такие биологи, как Хаузер и Фитч, они считают, что тем шагом, который запустил эволюцию языка, было появление рекурсии, то есть появление способности строить иерархические структуры, вот эти вот деревья. И подтверждение этой гипотезы – это то, что после долгих тренировок обезьяны, которых пытаются научить языку жестов или специальному языку знаков, они могут выучить очень большое количество слов, то есть несколько сотен, но при этом остаются совершенно неспособными к синтаксису. И вот на этом я, пожалуй, и закончу. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ